Здравствуйте! 15 июля завершился прием документов в ВУЗы. Первый вывод. Вступительная кампания была жаркой. В ВУЗах Гомеля проходные баллы на престижные специальности довольно высокие. А в университетах с большой надеждой смотрят на новое поколение первокурсников. В этом году ребята пришли с весьма достойным багажом знаний. Сегодня об итогах вступительной кампании по результатам централизованного тестирования расскажет наш гость. Владимир Иванович Глазунов. Начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи. Родился в 1957 году в Ленинграде. В 1980 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1981 года по 2002 год работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры техническая механика. В марте 1999 года был назначен ответственным за проведение централизованного тестирования. Принимал участие в становлении системы ЦТ в Беларуси. В подготовке документации по открытию региональных центров тестирования. В 2002 году возглавил центр, созданный в ГГТУ имени Сухого. Занимается научной деятельностью. Завершил обучение в качестве соискателя степени кандидата наук по специальности «Общая педагогика. История педагогики и образования». Подготовил более 20 научно-методических публикаций. На вопросы, которые касаются итогов вступительной кампании по результатам централизованного тестирования, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть в этой студии. Хочу сразу спросить, скажите, увеличилось ли количество абитуриентов по сравнению с прошлым годом? Я полагаю, об этом можно судить по количеству прошедших централизованное тестирование. Число абитуриентов немножко уменьшилось. Цифра совершенно незначительная, порядка 200 человек. Поэтому можем говорить, что сегодня тестирование прошло такое же количество абитуриентов, как и в прошлом году. Основная масса абитуриентов – это, конечно, школьники текущего года, выпускники текущего года. Их порядка 47%. 13% – это выпускники учреждений среднего специального образования. 4% – профтех образования, выпускники. Ну и выпускники прошлых лет составляют порядка 37%. Ну, значительный процент. Скажите, пожалуйста, а как распределились по предметам, желающие сдать централизованное тестирование? Ну, я бы сначала, наверное, сказал про профили, общие, наверное, такие, общие профили. Здесь технические специальности преобладает 34% абитуриентов. В общем-то, у нас сдавали тестирование экономические специальности – это 12%, юридические специальности – 8% и медицинские, традиционно, где-то порядка 10% абитуриентов. Если говорить по предметам, то, наверное, раз цифра общего количества абитуриентов, которые проходили тестирование, не изменилась, нужно посмотреть только на некоторые предметы. Я бы здесь отметил математику. Количество уменьшилось где-то на 19%, но увеличилось количество тестированных по иностранным языкам на 26%. И обществоведение подросло тоже в количестве желающих сдавать тестирование. Это связано, конечно, с тем, что профильными предметами на специальность правоведения в этом году были обществоведение и иностранный язык. А в прошлом году вместо иностранного языка они сдавали математику. Поэтому, соответственно, конечно, так как у нас специальности правоведческие очень популярны абитуриентов, и, соответственно, и количество сдающих по иностранным языкам подросло. Владимир Иванович, а какова разница в количестве выбравших для сдачи централизованного тестирования русский и белорусский языки? Ну, это разница. У нас, в общем-то, в области, наверное, треть, ну, наверное, чуть меньше, чем треть, сдает белорусский язык, а основная масса сдает, это процентов, ну, наверное, две трети сдаёт русский язык. Примерно где-то порядка 10 тысяч сдаёт у нас русский язык, и около 3 тысяч, чуть больше 3 тысяч сдаёт белорусский язык. Ну, это, вот, это слово традиционно вы добавите здесь? Да, традиционно. Почему, наверное, у нас регион такой, близкий к России, в принципе, наверное, вот по структуре населения у нас больше предпочитает русский язык разговорный, обиходный, и вообще, в принципе, изучает, наверное, больше русский язык в учреждениях общего образования. А если сравнивать, конечно, Гродненскую область и Брестскую область, там преобладает всё-таки белорусский язык. Даже больше половины. Да, да, белорусского языка. Это интересные данные. Уважаемые телезрители, прежде чем мы узнаем, какие данные централизованного тестирования порадовали специалистов регионального центра и педагогов в 2015 году, я предлагаю познакомиться с впечатлениями абитуриентов от прохождения и результатов тестирования. Я поступила на психолога, я очень рада. Ну, централизованное тестирование я сдала хорошо, ну, и это оправдалось всё. Первое, наверное, было сложно, самое первое СТ, а потом уже легче. Ну, я поступаю на платное, поэтому не знаю ещё. Вообще, сдавала пять лет назад тоже СТ, сейчас уже повторно сдаю. Ну, обстановка, конечно, такая же самая напряжённая, люди все напряжённые. Ну, я как бы готовился, но два предмета, вот русский и биология, так, ну, не совсем хорошо написал, как ожидал. Ну, историю Беларуси выучил, ну, компенсировал всё это. Ну, на мой взгляд, очень хорошо сдала, я даже не ожидала. Очень помогли, кстати, курсы именно в этом университете по физике, так как СТ по физике было сложное достаточно. По-моему, всё удалось, даже было приятно результаты получать. Всё было очень даже хорошо. Когда ты ставишь первый раз эти крестики, немного страшно, что ты поставишь немного не туда, что-то получится не так, и не поступишь. Компанирую так и сдала, даже немножко больше силы, чем рассчитывала. Централизованное тестирование я сдала, но, в принципе, как-то ожидала большего результата, то есть репетиционное было легче, чем самого же централизованное тестирование. Я был абсолютно равнодушный, поступал на сокращенное, и после колледжа машиностроительное. Поэтому я сдавал только один предмет. Я получила, наверное, на баллов 10-15 больше, чем ожидала. Конечно, нервно это всё было немножко, там волновались, ну, как правило, но всё хорошо, всё прошло удачно. Мы очень рады. Ну, оправдалось всё, да. Цветы оказались таким сложноватым, но баллы примерно такие же, как и ожидали. Так что всё прошло нормально, поступили туда, куда хотели. Я планировал написать на 213, написал на 220, и именно мой балл оказался проходным. Именно туда, куда хотела, поступила. Надеюсь, у меня всё получится. Главное учиться, а всё остальное уже приложится, надеюсь. Уважаемые телезрители, мы приглашаем вас к диалогу 77 68 45, номер телефона в студии. На ваши вопросы готов ответить Владимир Иванович Глазунов, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодёжи. Владимир Иванович, так какие данные приятно удивили специалистов центра и педагогов в 2015 году после проведения тестирования? Как таковых результатов мы ещё не получали. Стат. отчётность по ЦТ готовится в Республиканском институте контроля знаний. Я думаю, что к концу месяца, в начале августа эти данные уже будут. Но что касается самой процедуры, я хочу сказать, что то, что меня приятно радует, это тот факт, что наши абитуриенты с каждым годом становятся более дисциплинированными. И вообще, я хочу сказать, у нас очень хороший дисциплинированный абитуриент. У нас в прошлом году было три случая, когда удалялись абитуриенты из аудитории за нарушение. Это было использование, ну, будем говорить так, были обнаружены сотовые телефоны в аудитории у двух абитуриентов. Один абитуриент пытался пользоваться шпаргалкой. В этом году число этих случаев уменьшилось ещё. То есть в этом году их всего лишь два. Опять же, сотовый телефон у абитуриентки обнаружился. И один абитуриент попытался шпаргалить. Поэтому количество нарушений, в принципе, уменьшается. Это по области вы говорите, да? Это, конечно, отчёт по всем нашим семи пунктам тестирования. К таким, достаточно таким неприятным фактам я бы отнёс то, что вот после окончания регистрации на централизованное тестирование к нам обратилось более десяти абитуриентов. Это выпускники именно текущего года, которые не зарегистрировались на централизованное тестирование по самым различным причинам. То есть, в принципе, вот был месяц для регистрации, и эти абитуриенты... Месяца оказалось мало. Да. Не успели зарегистрироваться. Они обращались в государственную комиссию по контролю за ходом ступетных испытаний. Четырём из них разрешила комиссия... В резервный день, наверное. Нет, зарегистрироваться, потому что это ещё было до начала тестирования. Остальным было, в общем-то, отказано. И, конечно, очень-очень жаль, очень неплохие ребята, да. А интересно, вот какие причины могут помешать зарегистрироваться в течение месяца на прохождение централизованного тестирования? Причины самые различные, в принципе, это и болезнь. Ну, она не продолжительная, она может быть краткосрочная, но повторялась в течение месяца несколько раз. Там обращался за медицинской помощью абитуриент. В общем-то, кто-то очень серьёзно учился в этот период и просто-напросто, так сказать, забыл об этом, обо всём. Кто-то помогал на сельхозработах. У нас и такой мальчик встретился из Лоевского района, который, в принципе, в общем-то, такой очень активный. И учился хорошо, ну, вот вместе с тем, что был очень сильно занят. В какой-то момент просто не успел, да. Владимир Иванович, скажите, а какие минимальные баллы нужно было набрать в этом году, чтобы выдали сертификат, и этот сертификат можно было подавать в приёмную комиссию в УЗГ? В этом году, как и в прошлом году, минимальные баллы не изменились. 10 баллов русский-белорусский, математика, физика, химия, биология – 15 баллов проходной. Ну, все остальные предметы гуманитарные, иностранные языки – 20 баллов проходной. Ну, особенность вступительной кампании этого года, что в том, что был выделен первый профильный предмет и второй профильный предмет для различных специальностей. И вот по второму профильному предмету балл был снижен. То есть, если, предположим, на техническую специальность профильными предметами были физика первым, экзаменом вторым – математика, то по физике необходимо было набрать 15 баллов, а по математике – 10. Ну, если говорить о военных специальностях, то там вообще был очень низкий проходной балл – 5 баллов по всем предметам. Ну, есть у нас такие абитуриенты, которые… Есть у вас данные, которые вот с самыми низкими баллами и поступили в УЗГ? Ну, и таких данных вот сейчас конкретных, наверное, у меня нет. Ну, понятно, что в связи с тем, что в наших ВУЗах и Гомельских, в частности, есть свободные, остались свободные бюджетные места, понятно, что не поступили, наверное, или поступали абитуриенты, наверное, и с низкими баллами. Важно правильно рассчитать ВУЗ. Да, 15-10 плюс 10 по-русскому, плюс там вал аттестата, то, конечно, это чуть-чуть больше, чем 100 баллов. Поняла. Владимир Иванович, в этом году сертификаты с высшим баллом в республике получили 277 абитуриентов, в два раза больше, чем в прошлом году. Скажите, есть ли у вас такие данные? Каков процент гомельчан среди этих счастливчиков или нет этих данных? Нет, сегодня, да, я уже говорил, что пока у нас этих данных нет, сколько наших детей получили стабальный результат, я думаю, что мы буквально в августе уже об этом узнаем. Наши корреспонденты пытались узнать ответ на этот вопрос. Внимание на экран. Вступительная кампания для бильярдистки Валерии Василенко оказалась менее волнительной, чем для большинства ее сверстников. В прошлом году на чемпионате мира по бильярду среди молодежи в Перми ей удалось завоевать бронзу. Достижение такого уровня в вузах страны всегда оценивалось по достоинству. Поэтому после окончания школы перспективную спортсменку без экзаменов ждал факультет физической культуры любого высшего учебного заведения Беларуси. Валерия без колебаний выбрала Гомельский университет имени Франциска Скарины. У меня ГГУ это очень престижный вуз, так как в нем училась сильная спортсменка, бильярдистка Виолетта Климова. И когда она стала там учиться, она смогла добиться больших результатов. Также он престижен тем, что там училась олимпийская чемпионка Алла Цупер. Ну я надеюсь тоже добиться таких результатов, учаясь в этом университете. Ну и там, как говорят, очень специализированные профессионалы. Я надеюсь, я получу хороший опыт и знания. Добиться таких результатов, рассказывает спортсменка, можно только ежедневными тренировками. Несмотря на то, что ее зачисление было почти решенным делом, Лера все же сдала централизованное тестирование. И довольно успешно. Так что поступить могла бы и без призового места на чемпионате. Сейчас девушка активно тренируется и готовится к следующему первенству. Моя цель – отучиться, конечно же, стать чемпионкой мира. Очень сильно этого хочу. И хочу стать хорошим тренером, воспитать чемпионов тоже в будущем. В этом году на факультете физической культуры университета имени Скорины сложилась необычная ситуация. Все первокурсники бюджетной формы обучения – члены национальных сборных Республики Беларусь по различным видам спорта. Такими талантливыми студентами могут похвастаться и другие факультеты. Так же, как и в прошлые годы, к нам поступает очень много талантливых молодых ребят. И даже выдающихся ребят. В числе абитуриентов этого года Антон Толкачев, который является победителем Всемирной Олимпиады по физике, которая проходила в Индии. Он завоевал на этой Олимпиаде золотую медаль. В этом году на бюджетную форму обучения в Гомельский университет имени Франциска Скорины поступили почти 600 абитуриентов. Уже который год самая востребованная специальность – правоведение. Конкурс в этом году сюда составил 18 человек на место. Проходной балл – 339. Учиться на юриста за счет бюджетных средств будут лишь два студента. В списке популярных направлений остаются психология, экономика, иностранные языки и информационные технологии. В целом мы удовлетворены результатами этой кампании. Все бюджетные места заполнены. Причем, если судить по проходным баллам, эти проходные баллы, как правило, по всем специальным выросли в сравнении с прошлым годом. В целом, как уже отмечалось в прессе, результаты тестирования в республике стали более высокими. В этом году было принято решение открыть три новые специальности. Две на физическом и одну на математическом факультете. Все они связаны со сферой высоких технологий. Решение это было продиктовано потребностью на рынке труда. Сейчас мы видим, что мы не ошиблись, потому что на все три новые специальности очень высокий проходной балл. Он сравним с теми проходными баллами на другие специальности, такие как АСОИ, программное обеспечение информационных технологий. То есть с теми специальностями, которые уже традиционно пользуются очень большим спросом среди абитуриентов. В целом, нынешнюю вступительную кампанию оценивают положительно. Небольшой недобор лишь на специальность лесное хозяйство. Три вакантных бюджетных места, на которые мы будем принимать заявление по 28 июля. И 29 состоится зачисление. Следующий этап вступительной кампании – зачисление абитуриентов, которые сдавали экзамены непосредственно в вузах. После этого состоится зачисление на платную форму обучения. К слову, для студентов-платников в университете предусмотрено положение о скидках, которые достигают почти 60%. Уважаемые телезрители, вы смотрите «Диалог». У нас в гостях Владимир Иванович Глазунов, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи. Владимир Иванович, завершился прием документов в вузы на бюджетную форму обучения. Можно подвести первые итоги вступительной кампании. Скажите, какое количество абитуриентов и при каком плане приема подали документы в разные вузы Гомельской области? – Я бы здесь хотел говорить, наверное, не об этих цифрах. – Не обо всем в целом, а о тех специальностях, которые наиболее востребованы нашими абитуриентами в области. В принципе, мы где-то в октябре-ноябре месяце прошлого года проводили, согласно опросу по программе «Профпрогноз», какие же все-таки специальности они хотели бы выбрать в будущем для продолжения обучения. И вот эти специальности я хотел бы сегодня озвучить, как они выбрали, эти специальности. Первое – стояло лечебное дело на 50 мест лечебного дела. Я говорю о гомельских вузах. Значит, у них, конечно, абитуриентов более, там, более, по-моему, 80 человек. Вот уже сегодня говорилось о правоведении, там конкурс – 18 человек на место, два у них бюджетных места, 37 было подано заявлений. Психология в числе востребованных специальностей, опять же, в университете Скорына, на 35 мест 70 поданных заявлений. – В два раза больше. – Да, в два раза больше. Ну, возьмем, предположим, архитектуру жилых и общественных зданий – 24 бюджетных мест, 93 заявления. Возьмем ту же самую физкультуру в университете Скорына – 61 место, 126 заявлений. Если, предположим, возьмем программное обеспечение, на 20 мест 40 заявлений в университете Скорына было подано. – Экономика управления на предприятии – тоже достаточно престижная специальность у абитуриентов. На 2-3 бюджетных места где-то 16-17 заявлений. То есть сегодня, в этом году и в прошлом году, вот эта десятка наиболее привлекательных для абитуриентов специальностей, она, в общем-то, не меняется. Наверное, это не только тенденция, которая наблюдается в Беларуси, но, наверное, тенденция, которая наблюдается и в других странах, в принципе. К сожалению, как-то вот инженерные специальности меньшее количество абитуриентов выбирают. – Интересно, как распределяются проценты по нужности государству этих специалистов? Точно так же, как и абитуриенты выбирают специальности или нет? – Вы понимаете, здесь же бюджетное место – это своего рода госзаказ государства на этого специалиста. И мы видим, что когда-то у нас на экономику управления не 2-3 места было бюджетно, у нас были целые группы набирались. Или там, предположим, маркетинг – 4 бюджетных места в торгово-экономическом университете. Ну, не бюджетных, а заказных места. 12 человек подали заявление. – Владимир Иванович, по предварительным данным, суммарный балл выше 300 в БГУ имеет почти половина от общего числа поступающих. В Гомеле, как и в вузах других областных центрах, эта цифра так же высока? – Ну, к сожалению, число абитуриентов, которые набрали 300 баллов и выше, у нас в наших вузах незначительно. Это, наверное, до 10% от плана приема. Но это, наверное, может быть, даже немножко завысило. Ну, вот если взять, предположим, сегодня вот и в репортаже шла речь о университете Скарына. Там подавалось 56 заявлений с баллами 300 и выше. Ну, 49 этих абитуриентов было зачислено. Ну, специальности, на которые подавали заявления эти абитуриенты, понятно какие. Это и правоведение, то же самое, и психология. Вот в техническом университете Сухого 7 абитуриентов были с баллами 300 и выше. Но, опять же, мы смотрим, куда же подавали абитуриенты заявления. Это нефтяные и газовые разработки. Это самая востребованная специальность в университете. Поэтому, в принципе, конечно, вот эти лучшие наши абитуриенты, наши лучшие учащиеся, они в большинстве своем уезжают все-таки в месяц. – Это объективный процесс. – Ну, хотелось, конечно, вот таких абитуриентов, как Толкачев Антон, учащийся в гимназии номер 14 города Гомеля, иметь все-таки больше таких абитуриентов. – Ну, давайте скажем еще раз, повторим, что он явился победителем международной олимпиады по физике. – И выбрал физический факультет. – Да, специальность физика, значит, производственная деятельность. – Владимир Иванович, а какое количество победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов выбрали местом обучения гомельские вузы? – Ну, если говорить… – Ну, или, может, фамилии назовите. – Ну, фамилии я, наверное, сейчас не назову, к сожалению. Но я вот одну фамилию уже озвучил и проектору университета, и мы с вами сейчас говорили, один диплом республиканской олимпиады третьей степени абитуриент подавал на правоведение. С одним дипломом первой степени абитуриент зачислен на исторический факультет университета Скорина. Это вот три человека, которые предъявили дипломы, начиная от международного уровня, кончая областным. То есть в других вузах все эти абитуриенты поступали в университет имени Франциска Скорина, а в других вузах мы не наблюдаем. – Владимир Иванович, но ведь в конкурсе «За право быть студентом» участвовали и медалисты, и хорошие учащиеся выпускники СУЗов. – Да, медалистов мы отслеживали в связи с тем, что медалисты могли поступать на педагогические специальности без экзаменов. Так же, как и отличники учащиеся, которые закончили среднеспециальные учреждения образования, с отличием. А здесь можно привести такие цифры. У нас в двух учреждениях высшего образования готовят специалистов педагогического профиля. В университете Скорина таких нашлось 12 человек, то есть на дневном отделении и три на заочном. И в университете педагогическом Музырьском имени Шамякина значит, три медалиста подавали заявление и один абитуриент с дипломом после окончания среднеспециального учреждения образования. То есть, если посмотреть, вот где-то порядка до 20 человек все-таки выбрали с хорошим уровнем подготовки, выбрали педагогическую специальность. Отлично. Значит, они видят именно эту специальность в своем будущем. Владимир Иванович, мы обязательно продолжим разговор. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить номер нашего телефона в студии 77 68 45. Звоните, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы Владимиру Ивановичу Глазунову. Мы вернемся через несколько мгновений. Владимир Иванович, мы продолжаем разговор. Я бы очень хотела задать вопрос о спортсменах, которые поступают на факультет физической подготовки. Обычно в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Вот в видеоматериале корреспондент подал такую информацию, что все абитуриенты этого года – это члены сборных, национальных сборных. Это действительно так? Да, это по всей видимости так, однозначно. Но вместе с тем число мест, наверное, все-таки в любом случае ограничено. Я хочу сказать, что кто-то поступал с экзаменами из этих членов сборных, а кто-то поступал без экзаменов. Кто-то стал студентом по результатам выступлений в качестве членов сборных на самых различных соревнованиях. Можно привести такие цифры, что 15 спортсменов, чемпионов мира и призеров чемпионата мира и Европы, а также чемпионов Республики Беларусь в различных видах спорта стали без экзаменов студентами университета имени Франциска Скорины. Также один спортсмен, чемпион мира по гребле, к сожалению, я не уточнил фамилию, стал студентом в Мозырском государственном педагогическом университете. То есть и вот сегодня мы видели сюжет, девушка, которая занимается бильярдом, профессионально занимается, она тоже стала победительницей, и она тоже стала спортсменкой. То есть правила приема дают возможность принимать таких одаренных абитуриентов без ступидных испытаний. Это правильно. Владимир Иванович, несколько лет назад велась дискуссия о том, что заочное образование, эффективность заочного образования очень низка. Скажите, количество мест вузов для выбравших именно такую форму обучения сократилось? Ну знаете, здесь надо все-таки четко поделить, что сегодня есть бюджетные места и внебюджетные места, как для дневной формы обучения, так и для заочной. Хорошо. Давайте бюджетные места на заочных факультетах. Да, количество мест на бюджетной формы обучения, оно, конечно, немножко сокращается, сократилось. Вместе с тем, наверное, здесь нужно отметить, что большую популярность и в вузах набирает такая форма обучения, как заочная сокращенная форма обучения, когда речь идет о продолжении обучения после средних специальных учреждений образования. Таких специальностей добавляется, и их добавляется, они добавляются во всех, добавились во всех учреждениях образования в нашей области. И это, естественно, конечно, правильно. Понимаете, специфика заочного обучения заключается в чем? В том, что человек, который собирается продолжать свое образование, он, конечно, должен работать по специальности своего образования. Понимаете? То есть и смысл, если человек не работает, поступать на заочные или государство тратит деньги на обучение такого человека. Еще можно добавить ко всему, что, в принципе, министерство, в общем-то, предлагает вузам широко внедрять дистанционную форму обучения. Я знаю, что некоторые вузы в этом году, кто-то раньше, кто-то в этом году сделал первый прием на дистанционную форму обучения. В ГГТУ имени Сухова, значит, на одной из экономических специальностей принимаются студенты на дистанционную форму обучения. Чуть более подробно, потому что я думаю, что не каждый телезритель понимает о чем речь. Наши телезрители, наверное, хорошо знают про эту форму. Дело все в том, что интернет у нас сегодня позволяет не только получать информацию, но уже общаться достаточно свободно на расстоянии. Поэтому сегодня и лекции, и практические занятия, да и прием тех же самых курсовых проектов, и, может быть, даже в какой-то момент экзаменов, возможно, уже, в принципе, по скайпу. Да, по скайпу, да. И поэтому, в принципе, в связи с этим, конечно, и находят более широкие применения в такие формы, когда абитуриент приезжает на сессию, может быть, один раз за год, а не два раза, как сегодня приезжает заочник. Это, естественно, и материально ему легче обучаться, в общем-то. И, я говорю, в принципе, сказать, что он, так сказать, полноценную получает консультацию, там, предположим, как при личном контакте, но вместе с тем уже получить ее гораздо проще. Поэтому вот эта форма, наверное, она будет приживаться и потихоньку приходить на смену вот этому традиционному заочному обучению. Понятно. Ответьте, пожалуйста, заседание приемных комиссий по зачислению на бюджетную форму окончательно завершили работу? Ну, оно завершается. Я вот думаю, что, в принципе, в каких-то вузах заседание приемных комиссий прошло, в каких-то, может быть, состоится завтра. Но, в принципе, уже должны быть озвучены цифры, потому что далее следует у нас дополнительный набор. Сколько? О дополнительном наборе чуть позже. Сколько времени еще будет вестись прием документов на платную форму обучения? Прием документов по республике на платную форму обучения по всем видам обучения дневное и заочное закончится 2 августа. Понятно. Ну, а теперь о дополнительном наборе. Которое наверняка обрадует. Эта информация наверняка обрадует тех, кто по каким-то причинам неправильно рассчитал. Я думаю, что те, кто поступал в этом году, они знают о дополнительном наборе. В принципе, единственное, может быть, те, кто не прошел по баллам и не участвовал в конкурсе для поступления в высшее учебное заведение, надеются еще на то, что, может быть, баллы снизят при дополнительном наборе. Нет. Значит, в принципе, баллы были оговорены еще до начала всей вступительной кампании, до начала централизованного тестирования в постановлении Министерства образования. То есть баллы сохраняются те же самые, которые были в основном наборе. Я имею в виду, речь идет о проходных баллах или о баллах централизованного тестирования. Понятно. Поэтому здесь возможность участвовать в дополнительном наборе есть у тех абитуриентов, которые по каким-то причинам не прошли на те специальности, на которые они хотели. Значит, что касается теперь дополнительного набора более конкретно. Я хочу сказать, что, ну, к радости, может быть, абитуриентов, к сожалению, наверное, к огорчению вузов у нас во всех практически, наверное, вузах, там, где есть бюджетные места, хоть немного, но осталось бюджетных мест, которые были не закрыты после первого этапа вступительной кампании. Но обычно это педагоги в Гомельский государственный университет жалуются. Вы знаете, обычно, может быть, да, педагоги, но в этом году, в принципе, наибольшее количество бюджетных мест осталось в техническом университете имени Сухова. Значит, я сейчас не буду уже, потому что, наверное, времени у нас не хватает в рамках передачи озвучивать какие-то специальности. Это технические, конечно, специальности. Это специальности, для поступления на которые требуется физика с математикой. Я скажу, это будет относиться и к остальным вузам. Всю информацию можно, конечно, подробную получить о дополнительном наборе на сайтах вузов. Там все это есть. Единственное, что я добавлю, что прием заявлений по дополнительному набору будет вести с 26 по 28 июля. Только три дня. Только три дня, и приемные комиссии будут в том же самом режиме работать, в котором они работали, когда принимали документы, это с 9 до 18 часов. Если продолжить по дополнительным наборам, мы уже сегодня говорили, что в ГГУ нефранциско-Скарыны, не педагогические специальности остались незаполненными, а специальность лесное хозяйство. Там они не набрали три абитуриента. В общем-то, поэтому они приглашают на эти специальности. Там предметы, которые необходимы, или сертификаты нужно иметь по таким предметам, как химия и математика. МГПУ имени Шамякина, это Мозырский университет. Математика и информатика у них остались незаполнены. Даже информатика? Да. Ну, там очень мало людей. Там, по-моему, один человек у них. А, то есть одно место. Одно место, да. Математика с физикой. Белорусский государственный университет транспорта. Где-то порядка шести специальностей у них осталось незаполнено. Но, опять же, там по одному буквально месту на эти специальности. Там, в принципе, у них тоже идет математика с физикой. Поэтому, вот, для абитуриентов информация. Если, предположим, они не поступили где-то на специальности в наших гомельских вузах, или кто-то, может быть, сегодня возвращается из Минска, пожалуйста, в приемных комиссиях вот этих вузов вас, конечно, ждут. Узнавайте. Владимир Иванович, есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос вот у меня такой. Имеется ли на факультете физического воспитания специализация лечебная физическая культура? Большое спасибо. Ну, знаете, я, наверное, не отвечу так на вопрос, потому что... Скорее, ректор вуза ответил бы, да? Ну, это, наверное, ответили специалисты приемной комиссии, потому что, ну, я в большей степени все-таки занимаюсь централизованным тестированием. Мы подводим итоги, наверное, априори, да, ЦТ, а уже как... ЦТ у нас как средство для достижения цели. Хорошо, Владимир Иванович, но к разговору о специализациях. Скажите, в этом году вузы Гомеля предлагали новые специальности? Ну, ты уже говорила, что в университете Скорына, да, три специальности новых. Но вот на физическом частности факультете это электронные системы безопасности, программируемые мобильные системы. Если говорить о торгово-экономическом университете, там тоже была специальность новая, насколько мне известно, экономика электронного бизнеса. и институт МЧС, Гомельский инженерный институт, пожарная и промышленная безопасность. Вот эти, значит, получаются пять новых специальностей. Одна, три в университете Скорына и по одной в этих вузах. Ну, на ваш взгляд, это хорошо, когда появляются новые специальности? Ну, знаете, это, конечно, хорошо, да и это требование времени, потому что старые специальности потихоньку отмирают. Количество мест уменьшается. Да, жизнь требует новых специалистов, и, вы же видите, очень появляются быстро такие специальности, но мы бы даже не могли предположить, что они будут появиться, и они будут востребованы. Владимир Иванович, вступительная кампания еще не закончена, а у специалистов Министерства образования уже есть планы по модернизации централизованного тестирования в Беларуси в будущем году. Ну, вот так министр образования Михаил Журавков, подводя предварительные итоги испытания, сказал, я хочу зачитать эту цитату. В целом, система централизованного тестирования еще раз доказала свою жизнеспособность, эффективность. К ней выпускники привыкли, серьезно готовятся. Уровень сдачи централизованного тестирования возрастает с каждым годом, и мы будем совершенствовать систему, особенно с вводом профильного обучения. Наша ЦТ будет модернизирована с учетом профилизации. Так какие же изменения ждут абитуриентов в будущем, в 2016 году? Давайте будем говорить, что это все-таки еще пожелания. Ну, да. Но наверняка за этими пожеланиями последуют какие-то изменения. Это все-таки пожелания, в принципе. Поэтому не будем говорить, ждут их. Наверное, когда мы получим нормативный документ, мы скажем, что вот это правило игры. Вместе с тем, конечно, хоть я и не сторонник комментировать некоторые высказывания, я выскажусь по некоторым предложениям министра. Речь идет о введении в тесты части С. Это как в России, наверное, да? Да, со свободным ответом. Ну, я не думаю, что за один год мы сможем эту систему у себя ввести. Почему? Потому что задание со свободным ответом требует проверки уже не машинной, о проверке человеком. То есть это мы должны создавать институт экспертов в республике, который будет проверять. Сколько в России ушло на отлаживание этой системы? Я думаю, что порядка 10 лет они шли через централизованное свое, через централизованное тестирование, они шли вот к единому государственному экзамену, вот к этой части С. В принципе, достаточно сложный вопрос. Конечно, в принципе, да, для каких-то творческих специальностей, может быть, это и обосновано, но я не знаю, когда это все-таки будет. Речь идет, речь шла в предложениях министра также о введении дополнительного, то есть возможности сдавать еще одно тестирование для абитуриентов. Я это полностью поддерживаю. Мы об этом каждый год говорим. К радости абитуриентов. Да, каждый год говорим. Почему? Потому что, к сожалению, вот то постановление, которое регламентирует предметы по специальностям, ну, оно порой, вы знаете, создает такие уникальные специальности, когда, выбрав эти предметы, учащийся больше или абитуриент больше, чем в один ВУЗ поступать и не может. Он даже не поступил сюда, даже не может на платное поступить куда-то, потому что есть один ВУЗ. Поэтому четвертый предмет, он крайне нужен. И, конечно, возможности будут увеличиваться. Но здесь есть вопросы по времени проведения тестирования, по времени проведения вступительных испытаний, потому что это дополнительная нагрузка на Республиканский институт контроля знаний, дополнительный предмет, его проверка результатов, выдача результатов. В общем-то, речь идет о том, что, конечно, может быть, разделить тех абитуриентов, которые сдают, в общем-то, какие-то профильные предметы. Ну, я считаю, что жизнь покажет. Наверное, мы к Новому году узнаем, насколько эти новые введения у нас... Главное, чтобы эти новые введения как можно раньше были озвучены, чтобы будущие абитуриенты могли сориентироваться в предложенных им обстоятельствах. Владимир Иванович, я благодарю вас за участие в передаче. Спасибо. Всего самого доброго. Сегодня, уважаемые телезрители, на ваши вопросы отвечал Владимир Иванович Голозунов, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи. Уважаемые телезрители, благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин